Таиланд, Италия, Греция, Индия, Франция, Корея, Доминиканская республика. Вместо коралловых ожерелей и ракушечных бус о пилигримствах напоминают кубки и медали. В ее душе буйствуют вихри романтики, размывают берега и стремятся наружу. Представление о совершенном в дискоболе Мирона. Здесь же своя попытка увидеть прекрасная. Читать Валентину Шевченко по полкам старинного серванта – все равно, что искать изъян в этих гипсовых миниатюрах. Бесполезно. Не знала, что может быть другое. Для меня все, что у меня сейчас есть, вот именно то, что сейчас, для меня это самое главное. И я даже не задумываюсь, чего бы было там, если бы не так. Для меня это самое лучшее. Это еще совершенно не спортивный ребенок. Совершенно. Здесь у меня в руках рыба. Еще несколько лет и на смену игрушечной рыбы придут две увесистые перчатки. Авторитарность мамы и увлеченность старшей сестры не оставят Валю равнодушной к спорту. Ее подружки недоуменно пожмут плечами. И ладно бы плавание, тыквондо. Зато мальчишки в классе зауважают свой парень. Впрочем, место Шевченко за партой обычно пустовало. Годовым контрольным и проверочным работам она предпочитала другие испытания. Здесь за ее успехами следил педсовет посерьезней. Целая страна. В принципе, детство до восьми лет было. Пока она не пошла заниматься спортом, она была обычным ребенком. Точно так же она в детский садик ходила, в школу пошла. Ну, может быть, немножко более координированная была, чем другие дети. С самого начала. Очень подвижная была, очень общительная была. Очень быстро она ходила язык с детьми, очень быстро. В школе и в детском саду очень много друзей. Я и мама, мы вот решили, что Валя должна именно тоже быть в спорте, в боевых единоборствах. Потому что, чтобы у нас было в дальнейшем общее. Чтобы не было так, потому что мы с сестрой, мы одна семья, мы как-то должны двигаться по жизни вместе. Потому что не должно получиться, вдруг бы она там чем-то другим занялась. И, допустим, я училась бы в одном месте, она в другом месте. И в дальнейшем, может быть, она уехала куда-то. И не было бы точек соприкосновения. От этого и взаимопонимания могло бы не быть вообще. Когда она маленькая была, у учителя постоянно говорили, у нее была учительница в первом классе, очень хорошая. Я думаю, она до сих пор ее помнит, Валентина, учительницу. Она все время говорила, вот, конечно, все дети сегодня полезли на крышу, все мальчики, и ваша Валя там же. Профессиональный спорт – это очень тяжелый труд. И когда, допустим, ребенка с детства уже направляешь на это, ну, я, в общем, многие дети просто не выдерживают таких больших нагрузок. Я просто рада, что, в общем-то, мои вот смогли выдержать весь тот тяжелый путь, который они прошли. Вообще, конечно, да, бывало. Хотелось, чтобы она немножко куда-то пошла не на тренировку, но старшая сетра всегда говорила, почему я должна идти на тренировку, а она нет. И она брала ее за руки, и они дружненько шли в спортивный зал. Тейквандору, Капашный бой, Кулато, Дзюдо, Панкратион и, наконец, тайский бокс. Автограф Энио Фальсони дорогого стоит. Лирический герой эстрады – Дудки, президент Всемирной Федерации Кикбоксинга. Валя, ты везде в сердцах воскликнул итальянец на соревнованиях по Панкратиону в Корее. Платиновая блондинка с легким характером, она склонна к смене восточных единоборств, но отнюдь не перчаток. На самом деле, вот у меня волос, он всегда светлый был, да, то есть у меня русый свой цвет волос, да, и я себя просто не вижу по-другому, именно вот брюнетка или еще что-то такое. Ну, как-то это все произошло, тренер посоветовал попробовать, попробовать. И это настолько вот подошло, настолько стало вот в мое, что, ну, я без этого уже не могу, я себя не вижу по-другому. Нет, она на мальчика совсем не похожа. В Корее вот это вот, да, это самая симпатичная кореянка вообще считается. И она в Корее у них считается, как, как это сказать, национальной звездой, что ли, то есть сильнее этой девушки практически вообще нету никого. И она вот в 2003 году, Тоня с ней встречалась, там она ей в первом раунде сделала нокдаун ногой в голову. То есть она упала, ну, ее счет отсчитали, и она все-таки продолжила драться, но все равно уже не с теми силами. А в 2005 году она просто вообще не смогла ничего противопоставить Тоне, там в одни ворота. И она перестала быть национальной героиней Кореи. Корея она так же и продолжила, но уже как бы так. То есть у меня когда сделали макияж, я вот, наверное, полчаса перед зеркалом вот так стояла, не могла привыкнуть. Главное, чтобы Парсиад сидел. Повязка на плечо из старинных тайских обрядов куда более обязательна, чем изысканный маникюр. Да и нет ему места в тесной боксерской перчатке. Топик, именные шорты, не по настроению, а по углу ринга, красный или синий. В свои 18 она завоевала немало сердец. Среди ее женских хитростей разнообразная атака, четкая работа на дистанции и в клинче, и великолепная работа коленями. Подъем с разворотом через руки и воздушные поцелуи зрителя. Ее больше воспринимают, больше как бойца, ни как девушку, ни как что-то. Такой вопрос. Дает ясно это понять, что, в общем-то, какие-то варианты ее не интересуют пока. Я думаю, всему свое время, и сейчас я считаю, что ей еще ни к чему. Потому что, допустим, распыляться это очень нехорошо. Есть отключения в личной жизни? Я думаю, нет, отключений нет, потому что все впереди. Но я считаю, что 18 лет это не такой уж и большой возраст. Все будет. Я бы никогда не хотела себя чувствовать хрупкой, беззащитной, потому что я знаю, что я себя могу защитить. Если надо, постою за себя. Вот эту задачу я пока себе еще не включала в отрезки. То есть я как бы не планирую вот именно вот так, я должна там за столько лет выйти замуж. Нет, для меня такого нет. Ну, я же не могу, допустим, вот самостоятельно как-то. Вот приближается срок, допустим, к той дате, которую я отметила. А что-то не подходит. Я же не могу так. Ну, увидим, как получится. 28 лет в предел для файтерша мастер спорта международного класса. Говорить на эту тему отказывается на отрез. Совсем другие методы в поединке с предопределенным. Первый шаг в их освоении уже состоялся. Неожиданно для соратников по рингу она выбрала Институт искусств.